всем привет меня зовут роман переборщиков и руководитель просветительского проекта курилка гутенберга и это наш подкаст станчоном в котором мы говорим о науке с разными ученым популяризаторами и организаторами вместе со мной игорь тирский мой соведущий и сегодня нас гости максима гревцев программный директор информационных центров по атомной энергии и царь привет привет максим я сегодня но у меня обычный коронный вопрос на пик и от портан даме не мы давай начнем смотри мы с тобой в какой-то степени вот у нас уже было 8 подкастов и сегодня первый подкаст в котором мы говорим не с ученым или популяризатором а с организатором и что особенно близко для меня расскажи про собственно наверное то есть чем конкретно ты занимаешься в и царь чем вот ваша организация занята в основном что такое царь вообще и почему я только что это это я перевожу это транскрипция только что перевел да привет друзья до сети цаи это некоммерческая организация которая занимается организации онлайн и оффлайн мероприятия мы говорим о науке о технологиях и стараемся делать так чтобы обыватели я сейчас использую такое некрасивое слово люди не занимающиеся наукой могли пообщаться вживую с носителями научного знания без посредников это вот наша такая диалоги у нас есть много проектов направленных на то чтобы мы в регионы а мы работаем в 20 регионах россии и в минске вот чтобы в регионах приезжали ученые инженеры врачи и встречались с людьми в москве этот рынок перенасыщенные в питере этого достаточно а вот чем дальше мы уезжаем тем меньше таких научных событий случается моя роль в этом программный директор я наверное формирую повестку то есть те темы о которых мы сейчас говорим это форма в которой мы об этом говорим просто лекции это уже скучно моя задача сделать так чтобы и зрителям это было интересно и чтобы популяризаторы наши эксперты тоже получали удовольствие от процесса мы не можем платить высокий гонораров но мы даем возможность посетить какой-то регион мы даем возможность пообщаться с шикарной командой ца и у нас правда очень хорошие люди с нами весело интересно и с нами отдыхают эксперт они приезжают там на два на три дня в командировке с нами и такие слушайте мы как в отпуске побывали и вот моя задача сделать так чтобы это было весело интересно познавательно и не совсем стандартно это если коротко вот у очень большого количества людей есть представление что это такой просветительский филиал русатом и расскажи как вы вообще связаны с русатом и не получается так что например вы занимаетесь популяризации только какой-то атомной отрасли вообще очень популяризации чего вы занимаетесь да хороший вопрос простите друзья буду занудствовать и уйду в недалекое прошлое наша история началась в 2008 году когда открылся первый центр и это было в томске наш учредитель это институт проблем безопасного развития атомной энергетики российской академии наука не русатом но русатом конечно же является очень важным жертвователем денег от на который мы существуем но при этом мы не входим в контур русатом а это есть такое понятие контур это те люди которые работают внутри русатом а на предприятиях русатом а научно-исследовательских институтов которые входят русатом они имеют там доступ каким-то внутренним системам проходки все вот эта история мы не входим в контуру сатома мы не приходим туда на совещание там нам не дают каких-то ценных указаний вот но при этом в начале года мы составляем некий такой план то чего мы хотим делать и на это под эти цели получаем определенную финансовую поддержку поэтому всегда на своих мероприятиях мы говорим о том что там наш фестиваль науки организован сетин и цаи при поддержке госкорпорации русатом русатом никогда не диктует нам что говорить и когда говорить и более того не диктует с кем работать или с кем не работать нужно отдать должное госкорпорации и это легко проверить достаточно посмотреть на нашем сайте или посмотреть там не знаю в контакте группу любого из наших центров сколько там присутствуют атомные отрасли и сколько там не атомные отрасли, станет совершенно очевидно, что мы ни в коем случае не пропагандируем то, что там делают Росатом. Мы стараемся говорить о том, что происходит в естественных научных дисциплинах. Почти ничего не говорим про гуманитарную и социальные науки, потому что там может быть много мнений, все может так или иначе свестись к теме политики, религии и так далее. А у нас есть два табу, религия и политика. Мы об этом не говорим. Прямо как у нас в подкасте. Да. Не, ну почему можно? Ну потому что это в какой-то степени это лицемерие, я понимаю. Но я там мы это обсуждаем регулярно с нашими коллегами в регионах, с моим директором, с коллегами в московском офисе. Мы время от времени всплывают от этой темы, а где сейчас вот та двойная сплошная, за которую лучше не заходить. И мы понимаем, что да, конечно, можно говорить и про политику, можно говорить и про религию, потому что так иначе наш эксперт это человек, да, и он высказывает свое личное мнение. И он на него имеет право. И зрители в зале, которые могут не соглашаться с этим мнением. И здорово, если это будет происходить, будут какие-то споры, но при этом обязательно есть риск, что найдутся какие-нибудь оскорбленные чувства, вот, а у нас нет ресурсов, времени и желания ходить, потом объяснять вот эту всю историю. Мы просто не готовы к вот этим последствиям. А мы понимаем, что они могут быть. И поэтому, когда мы приглашаем какого-то спикера, я думаю, что вы хорошо понимаете, что большинство спикеров, особенно классных спикеров, они, давайте так, либеральной направленности, вот, мы с ними заранее проговариваем, типа, ребят, за обедом, за ужином, с нами в самолете, мы можем все, что угодно обсуждать, но вот, там, когда проходят наши мероприятия с афишей ИЦАИ при поддержке госкооперации Росатом, давайте мы, по крайней мере, вы сами точно не затрагивайте, а если будут вопросы зала, то я там, как модератор, постараюсь разулить так, чтобы и зритель был доволен, и чего-то... Не, ну это совершенно понятная история, потому что я тоже, как организатор большого количества мероприятий, ну, я не могу сказать, что это как-то проговаривается когда-то. Иногда я прям проговариваю. Ну, это когда прям очевидно, что человек крайне заинтересованный в обсуждении каких-то таких тем. В основном всегда хватало того, что ты просто говоришь, что даже эта тема, в принципе, не поднимается, ты просто понимаешь, что человек, которого ты позвал, ты его зовешь говорить о науке, и у популяризаторов и ученых, в принципе, у большинства, совершенно нет никаких проблем, то есть они понимают, о чем это мероприятие, куда их позвали, с какой аудиторией поговорить, и они достаточно, ну, как сказать, таких проблем никогда не возникало. Я скорее про то, то что кроме, ну, то есть, по сути, ты ответил, вы рассказываете про какие-то естественные... Про науку, про технологии. Да, про естественные науки. Да, и атомные технологии, атомная тематика занимают, не знаю, ну, процентов 15, может быть, не больше. А расскажи про деятельность как раз тоже в ваших региональных центрах, потому что это тоже для меня близкая тема, вот у Курилки было там несколько десятков филиалов по всей стране до пандемии, и как вот... возвращаемся к твоей любимой теме. Так вот при пандемии-то живете, то есть, как вы организуете оффлайн-мероприятие? Это же довольно сложно сейчас, но и в целом, как бы звать людей на оффлайн-мероприятия, ну, такое сейчас вот, типа... Я бы немного добавил, то, что, в принципе, как вы работали до пандемии, как оно было, так скажем, в классическом варианте, и что поменялось с начала 2020-го. Сильно ли уменьшилось оффлайн? Да, смотрите, на контрасте, то, что было у нас до пандемии, что такое сети ЦАИ? Это площадка, которая располагается в каком-то городе. Ну, если хотите, могу перечислить географию. Мурманск, Санкт-Петербург, Калининград, Воронеж, Курск, Ростов-на-Дону, Смоленск, Владимир, Саратов, Ульяновск, Нижний Новгород, Киров, Ижевск, Екатеринбург, Челябинск, Красноярск, Новосибирск, Томск. Если вашего города не назвали, то пишите. Владимир. Я сейчас пытаюсь вспомнить, кого я мог забыть. Калуга. Ростов-на-Донуга. Я прямо вспоминаю географию Курилки. Вот, да. И эта площадка чаще всего располагается либо в университете, либо во Дворце детского творчества, куда могут приходить группами люди. Понятно, что чаще всего это учителя, которые приводят целый класс, и они приходят на какие-то занятия. Можно выбрать перечень занятий. Эти занятия часть про атомную отрасль, часть про космос, часть про мировые океаны, в общем, опять же, не только про атомку. Это что-то как кванториум, похоже на кванториум. Ну, кванториум – это системные занятия, да, там биокванты, там IT-кванты, а у нас это, скорее, просто ты приходишь на… Мы не говорим слово «урок», мы очень не хотим, чтобы это… Да, это такое программа интерактивная. До пандемии у нас там на столах были такие большие компьютеры, нужно было там нажимать на кнопочки, там каждые 15 минут программа останавливалась, и нужно было поиграть. Такие игротехники включались. Пока была пандемия, у нас была некая экономия средств на оффлайн-мероприятиях, и мы пустили эти деньги на модернизацию, мы кое-где обновили оборудование, там экраны другие появились, и сейчас мы работаем над апгрейдом этих программ. В общем, одна часть нашей работы – это стационарно на площадку, к нам могут приходить группы и проходить какие-то занятия. И вторая часть работы – это когда мы проводим мероприятия для свободной аудитории. Свободная аудитория – это в смысле не по записи, а вот кто пришел, тот и пришел. И, конечно же, мы не можем контролировать какие-то люди, и чаще всего мы проводим их на каких-то внешних площадках. Это могут быть бары, это могут быть галереи, музеи и так далее. Например, в Екатеринбурге мы каждый фестиваль науки что-то делаем в торговом центре. Там есть такой торговый центр, не буду назвать, как он называется, там четыре этажа только спортивных товаров, магазинов. Конечно же, вся тема, все, что касается здорового образа жизни или влияния спорта на наш мозг, мы туда пытались запихнуть, и там красивое атомное пространство, и там в центре, например, стояла Ира Якутенко и рассказывала о воле и самоконтроле. И люди с балконов как будто бы свешивались и слушали то, что она говорила. Шикарно. Поэтому, конечно, в пандемию все образование, которое шло на дистант, группы остановились, понятная история. В оффлайн-внешней площадке мы тоже закрыли эту работу. Почему? Потому что будет странно, если мы популяризаторы науки, но при этом не следуем принципам благоразумия и проводим живые мероприятия, чтобы люди общались и потенциально рисковали заразиться. И мы очень быстро тогда ушли в онлайн. Отчасти помогло мое телевизионное прошлое. Мне было понятно, как строить беседы, как договариваться и так далее. То есть для меня это не было таким каким-то большим стрессом. И очень быстро так получилось, что почти в каждом нашем городе тоже нашелся там член команды, который захотел попробовать себя в этой роли. И у нас были как там общие федеральные эфиры на нашем ютюбе, так и локальные в группах ВКонтакте. У каждого города есть своя группа ВКонтакте. И очень много всего мы делали именно в онлайне. В 2021 году появились послабления. Мы почувствовали огромную потребность людей в регионах в живых мероприятиях. И мы стали возвращаться к практике живых мероприятий. В этом году мы провели фестивали в Новосибирске, в Воронеже, в Екатеринбурге, в Нижнем Новгороде, во Владимире, в Челябинске, в Ростове-на-Дону. Вот на следующей неделе у нас будет фестиваль. Это фестиваль «Кстати». Фестиваль «Кстати», да, называется. В Кирове. К сожалению, мы не смогли провести фестиваль, например, в Мурманске из-за эпидобстановки, в Курске, где мы хотели в этом году запустить наш центр. Ремонт закончился, здание готово, а вот людей пока принять мы не можем. То же самое. Еще там есть регионы. Вот мы сейчас в подвешенном состоянии. Мы очень хотим провести фестиваль в Смоленске, но там есть жесткие ограничения, что только 30% людей могут прийти в зал. Ну, то есть, и пытаешься взвесить, а стоит ли, да, там ввести спикеров откуда-то, для того, чтобы в зале было 15 человек. Вроде как, да, хорошо, потому что все равно будет какая-то трансляция, а с другой стороны, каждый раз такой думаешь, ну, так неудобно будет перед спикером, будет думать, что мы зал не смогли собрать. Максим, ты говоришь по поводу спикеров, и все равно сказал, что лекции – это не тот формат, который вы считаете основным. Какие форматы вы считаете нужны, и почему ты считаешь, что лекции – это уже устаревшие, или людям надоело, все-таки лекции люди любят, все равно ходят, и вот почему так думаешь? Да, тут вопрос, наверное, в том, что наши зрители, наше общество, там зрители-посетители – это не очень однородная среда. В ней есть продвинутые любители научпопа, которые согласны ходить на лекции, более того, именно лекции им интересны, потому что они основательные, системные, в них реально можно подчеркнуть какие-то факты, что-то понять. А есть люди, которые еще не чувствуют в себе сил сидеть и втыкать, да? И вот для них мы сделали сразу несколько ток-шоу, где через юмор, через постоянную регулярную смену говорящего человека происходит такая активизация внимания. У нас есть несколько таких форматов ток-шоу. Наверное, самый первый, наш любимый – это «Разберем на атомы». Это когда мы выбираем одну какую-то тему, приглашаем спикеров из трех разных областей и обсуждаем. И мы обсуждали там все, что угодно, начиная от коронавируса, заканчивая «Игрой престолов». Но очень, в общем, самое главное, что с разных позиций мы смотрим на одно и то же явление. И иногда появляются очень интересные дискуссии между спикерами, между зрителем и спикерами. Это второй формат. Это язык Эйнштейна. Мы не оригинальны, мы вспомнили, что когда-то на одном из федеральных каналов был прожектор «Пэрис Хилтон» такое ток-шоу, когда там четыре комика сидели и обсуждали новости. И мы подумали, а почему бы не посадить за один стол ученых, инженеров, врачей, и они бы тоже обсуждали новости в своих областях. И они как бы объясняют суть новости, но при этом коллеги набрасывают, как это смешно со стороны, и получается, что гогочим. Иногда получается прямо хохота так много, что ты думаешь, это точно научно-популярное ток-шоу, а не просто стендап. Дальше у нас есть научные чтения. Это такой формат, когда мы находим селебритис в городах. Это могут быть режиссеры, актеры, телеведущие. Иногда там попадаются даже депутаты местные, которым мы даем книгу «Научпоп». Они ее читают, потом приходят и рассказывают, а почему и зрителям тоже важно эту книгу прочитать. Блин, я бы устроил такое шоу в Госдуме. Что, да, что почитает человек. Я знаю подборочку хороших книг. Очень, на самом деле, хороший формат. Обычно наши эксперты, когда прочитывают эту книгу, они такие, блин, спасибо, что вы нам предложили. Нам было стрёмно отказываться. Но при этом в жизни научпоп мы не читаем, а теперь оказывается, это так важно, это интересно. Какие еще книжки посоветуете в первую очередь? Это прямо стандартная практика. Есть другие разные форматы, и мы постоянно их дорабатываем, обновляем. То есть ток-шоу – это какая-то базовая вещь, которая раз в месяц каждый центр у себя проводит. У вас есть какая-то статистика, так скажем, по посещаемости, просмотрам, которая ведется? То есть вы как-то отслеживаете активность в аудитории? Ну, просто чтобы примерно понимать масштабы деятельности. Да, смотри, можно зайти в YouTube. Он очень непоказательный, потому что мы не вкладываемся пока в таргетинг. Мы тоже по этому поводу много раз разговариваем. И не потому что там не хватает денег, а потому что у гендиректора есть такое ощущение, что если мы не можем выдать по-настоящему качественным продуктам на уровне известных блогеров, условно Шикман, то тогда не надо подтягивать, дотягивать, а вот когда вы будете уверены, что у вас во всех центрах на одинаково хорошем уровне... Ну, у нас же невозможно сделать. Ну, вот такой идеал. Поэтому он так и говорит. А вот ВКонтакте, например, там получше. Там иногда бывает одномоментно по 300-400-900 человек разных были в ситуациях, а суммарно мы там набираем от 30 и до больше тысяч просмотров разных эфиров. На самом деле это очень важная и интересная история. Мы такие хардкорные, наверное, прежде всего, в своей голове, и мы недооценивали тот момент, что очень важно менять привычные форматы и свое мышление под онлайн. Все-таки там немножко другие законы работают. И мы сейчас уже пришли к этому осознанию, у нас появляется отдельный человек, который будет заниматься именно работой в онлайн, он будет работать с СММщиком. Но развивать... Развивать именно эту сферу, да. То есть это совершенно точно, мы уже пришли к этому осознанию, и это не навязана сверху какая-то мысль, а мы все это прочувствовали, и нет ни у кого никаких сомнений. Поэтому я думаю, что в ближайшие 3-4 месяца будет в этом смысле какой-то апгрейд наш. У тебя на ходе интересная такая надпись, да, обо всем, что состоит из атомов. То есть в принципе обо всем практически. Кроме темной материи, возможно. Но смотри, да и нет, потому что из атомов точно не состоят какие-то ценности. Какие-то такие вещи, там, любовь, дружба. Ну это, по сути, то, о чем ты говорил. Да, если у нас сознание материальное, это в принципе может быть и состоит. Нет, я не хотел, я хотел немножко о другом сказать, о том, что вот когда, по-моему, Ричарда Фейнмана спросили, какое знание нужно передать, если, например, случится какая-то глобальная катастрофа, и все умрут, да, и вот нужно передать какое-то знание размером, там, не знаю, несколько слов. И он сказал, что все состоит из атомов. Передайте. И другие поколения, когда, если они прилетят, там, инопланетарь или кто-то еще, они прочитают это и поймут, что делать дальше, типа. Не уверен, что поймут, что этого будет достаточно, но... Но хотя бы будут понимать, что что-то состоит из мельчайших частиц, и надо копать в этом направлении. То есть об этом уже говорят, не знаю, тысячи лет, и несколько было подходов, даже вот древние греки там пытались найти подход к тому, что что-то состоит из мельчайших частиц, и в конечном итоге это нам дало возможность вот получить атомную энергию, грубо говоря, электричество в розетке. Вот, и хотелось бы, наверное, такой вопрос задать. Как ты думаешь вообще, атомная энергетика, она вот выстрелит, то есть будет ли доминирующей энергетикой в будущем, то есть доминирующим источником энергии? Сейчас вот проблема есть, которую решают все отказы от углеводородов, да, и переход к зеленой энергетике. Мы сейчас говорим о будущем какого горизонта? Ну, я не знаю, там лет 20-40 может быть, потому что вот в Европе отказывались. Это очень близкое будущее, в масштабах энергетики это прям совсем далеко. Ну вот и хотелось узнать, что вот ты думаешь об этом, все-таки ты к этому ближе, чем, например, я, там, не знаю, Рома, вот, как ты смотришь на это, нужно ли везде поставить атомные электростанции, и все, и мы тогда забудем о проблеме недостатка энергии от зеленых источников. Я, между прочим, инженер-энергетик, так что не надо. Ну вот хорошо, ты подтвердишь тогда слова. Тогда сейчас, да, Рома будет третийским судьей. Тут много факторов. Фактор номер один. Мы понимаем, что надо что-то делать с изменением климата. И совершенно очевидно, что очень большую роль в изменении климата имеет транспорт, угольная, дизельная, вот эта вот энергетика. С другой стороны, мы не можем одномоментно построить очень много ветряков и все покрыть солнечными панелями для того, чтобы бесперебойно, постоянно, гарантированно получать нужное количество электроэнергии. По-моему, в 2020 году Илон Маск был в Германии, ему вручали там какую-то премию, и будучи в Германии, который официально объявил, что не отказываются от атомной энергетики и постепенно закрывают все свои станции, он журналистам заявил, вообще-то, если мы хотим к 2035 году изменить транспорт и сделать его полностью электрическим, то без атомных станций мы это сделать не можем, у нас не будет нужного количества электроэнергии. Его там закейтили, вот и все такое, но он, на свои слов, не отказался. И на самом деле, получается, сейчас парадоксальная ситуация. Германия закрывает свои атомные станции, но при этом продлила срок угольных до 30-го и даже до 35-го года. И в пересчете на душу населения Германия и Польша самые грязные страны в Европе, при всем том, что примерно половину своей электроэнергии они получают из ветряков и панелей солнечных. Вот такой парадокс. И все равно им энергии не хватает, они покупают и у соседней Франции, которая вырабатывает со своей, да, на атомных станции. Самая высокая доля, 70% всей электроэнергии Франция получает из атомных станций. Вот. И здесь понятно, что вопрос во многом политический, но здравый смысл подсказывает, что, наверное, в перспективе 20-30 лет, о которых ты говоришь, наверное, без атома невозможно, потому что термоядерного синтеза пока мы еще гарантированно не видим. Может быть, в 25-26 году ИТР все-таки начнет свою работу. В 35-м году они выйдут на прогнозируемую мощность плановую, то есть только в 35-м году. После этого будет приниматься решение, можно эту практику масштабировать, пройдет еще какое-то время, то есть раньше, чем 50-й год, мы никак не получим первую промышленную термоядерную станцию. Вот. А климат меняется уже сейчас. Другое дело, какими будут эти станции? И вот тут много разных споров. Сейчас там доминируют блоки водо-водяные, не буду сейчас погружать вас в особенности. Два контура. Один контур вода, второй контур вода, второй контур, да. Совершенно верно. Но есть альтернативные разные варианты. Спасибо, Ильцар. Например, в Томске, точнее, в Томской области, там есть город Северск, есть площадка, где сейчас Россия строит экспериментальный демонстрационный комплекс Брест ОД-300. Там будет и атомная станция, там же будет завод по переработке, отработавшего ядерного топлива, и потом после переработки он будет форминироваться в атомное топливо и опять загружаться. Мы хотим замкнуть ядерный цикл, чтобы... Еще раз, слишком быстро. Да. Я должен осознать. Перерабатывая, ну как бы атомная электростанция использует ядерное топливо, отработанное ядерное топливо отгружают, заново обогащают и снова возвращают? Там не только обогащение, там дело в том, что есть такие атомные станции, точнее блоки, которые называются бридеры, множители. В России они существуют, это есть в Свердловской области, Белоярская атомная станция, реакторы на быстрых нейтронах. Они так устроены, что они повышают концентрацию необходимого нам урана. Там еще и плутон не образуется. Так вот, после химической обработки мы можем отработавшее как бы ядерное топливо обратно ферментировать и загружать в обычный реактор. Я слышал про то, что есть технология, когда отработанное ядерное топливо и вот так же, ну то есть реакторы на уже объединенном уране, как-то так, если я не ошибаюсь. На самом деле много разных конструктивных особенностей у разных реакторов. Какие-то из них сейчас преобладают, какие-то нет. Например, в Канаде там есть реакторы на тяжелой воде, Канду, в Европе и в России мы просто обычные водяные реакторы используем. Про обедненный уран. Все равно должна быть какая-то некая концентрация урана 235-го, для того, чтобы самоподдерживающаяся реакция была возможна. Вот. Весь вопрос, что урана много, но не бесконечно много. И плюс нужно решить задачу с тем, а что делать с топливом, когда оно уже использовано, потому что все равно радиоактивность сохраняется. И у некоторых изотопов она очень и очень длинная. Самое простое решение – выкопать яму поглубже где-нибудь в скале и там это оставить. И, собственно говоря, так поступают, например, французы, так собираются делать финны на глубине 600 и плюс метров, а в скальной руде это делают. А можно пойти другим путем, для того, чтобы не дождаться ситуации, когда уран закончился. Вот сейчас пытаемся мы сделать таким образом, чтобы использовать соотношение обычных реакторов и вот этих реакторов на быстрых нейтронах, чтобы они друг для друга производили топливо. Вот как раз в эти БНы загружаются топливо. А это же не может до бесконечности работать? Нет, конечно, не может, но мы можем увеличить продолжительность, когда мы одно и то же топливо используем. То есть получается вот та тема, когда говорят, что в Россию могут ввести отработанное ядерное топливо, кстати, это не то же самое, что ядерные отходы, я думаю, Максим подтвердит. Получается, что если отработанное ядерное топливо завозят в Россию, то это хорошо, хорошо, потому что мы его и можем использовать для реакторов на быстрых нейтронах, которые есть, я сейчас так понимаю, только у России. Да, сейчас расскажу. Тут есть два момента по поводу есть только в России. Китайцы сейчас очень активно до сооружают свой реактор на быстрых нейтронах. По-моему, по планам в 23-м году они хотят его подключить. Они очень быстро все это делают. Вот, по-моему, без участия даже России. Но я могу сейчас ошибаться, потому что много всего в этой серии остается там за кадром, да, и мы не имеем официальных данных. Отвечая на твой вопрос про отходы и про хвосты, вот эту всю историю. Весь вопрос, что считать отходами. Вот у нас там стекраны, в кружке, да, у нас часто используются пластика. Пластика же тоже отходы. Ну да. Если ты не умеешь его перерабатывать. И поэтому там условно Германия, которая пытается уйти от всего, что касается радиоактивного топлива, она не умеет его перерабатывать. Поэтому выгрузили из реакторов топлива, положили его в бассейн выдержки, чтобы там ушло лишнее тепло. Оно там лежит 2-3-4 года. После этого ты его собираешь, химически обрабатываешь и хоронишь. Вот. А можно его перерабатывать. Вот у России есть такие технологии, которые позволяют его перерабатывать, извлекать оттуда нужные нам изотопы. И это не только плутоний, там много всего полезного можно сделать. Но это технология. И они у нас есть. Есть производства, которые могут это делать. То самое знаменитое ПО «Маяк» в Челябинской области. Комбинат, да, «Маяк». Ну, оно сейчас ПО «Производственное объединение». Вот. У французов есть такая технология. Японцы застопорились. Вот. И по поводу технологий тоже очень интересный момент. Мы очень часто иногда вспоминаем США. Патриоты и не патриоты. Все время от времени появляется у нас фактор Америки, страна, на которой все равняются. Так вот, ушедший президент Трамп, перед тем, как не быть переизбранным, он решил озадачиться вопросом того, что американцы теряют технологии и кадры, которые умеют сооружать атомную станцию, нарабатывать плутоний и так далее. Достаточно вспомнить, что плутоний для Curiosity – это российский плутоний. В Америке его нет. И там уже большие проблемы с этим. И для Curiosity, и для нового, я уже не понял. Для всего, да. И это такая очень серьезная угроза для американцев, что они зависимы в чем-то. Они что-то наработали там уже свое. Начали копать, и оказалось, что просто утеряны технологии. И Трамп разработал целую программу по развитию атомных технологий. Байден пришел и эту программу продолжил. Он ее не свернул. И, например, и так далее, американская компания Вестхаус подписала соглашение, будет строить там два реактора на Украине. Потому что американцы 25 лет ничего не строили. То же самое с французами. Украина как полигон. Французы очень. Это уже момент интерпретации. Да ладно, это я шучу. У тебя шучу, конечно. Извинись, пожалуйста. Это хорошие проверенные реакторы АП-1000. Их там много, на самом деле. То есть это никакие эксперименты. Они в Японии строились? Да, да, да. То же самое сейчас французы. Макрон буквально несколько дней назад заявил, что, несмотря на все просьбы Германии, Франция не отказывается от оборудования станций. И он, наоборот, выделяет огромное финансирование, чтобы увеличить количество блоков. Ровно потому, что он не хочет потерять инженеров и технологии. Они вляпались, по-другому не скажешь. Есть такая компания. Была такая огромный гигант Арева, которая там с Росатомом была в топе крупнейших компаний в этой сфере. И они получили подряд в Финляндии строить атомную станцию. В итоге, по какой-то причине, я сейчас не буду вдаваться в подробности, до конца, наверное, знаю только французы и только финны, что там произошло. Но Франция настолько просрочила сдачу этого реактора, что на Пине они уже оплатили там несколько миллиардов евро. По сути дела, финны получают блок бесплатно. Ну, почти бесплатно, потому что такие большие неустойки. И это серьёзная угроза. Они понимают, осознают, что строить, и ещё и строить за рубежом, это сложно. И сейчас самый большой пакет заказов стройки АЭС за рубежом у Росатома. Финляндия, Венгрия, Египет, Турция, Бангладеш, Индия, Китай. Это страны, в которых мы будем или уже сейчас строим. Ну, то есть большинство стран это как раз развивающиеся страны. Финляндия как раз-таки первая. Ну, Финляндия, окей, попадает из этого списка. А всё потому, что они развивающиеся, им нужно очень много энергии. Там сейчас пиковые нагрузки появляются, а все хотят уйти от угля. И плюс, там есть какой-то клуб стран, наверное, которые, ну, почётно, что ли, иметь атомные станции. Например, южнокорейцы запустили первый энергоблок в Объединённых Арабских Эмиратах. Ты сидишь на нефти, но при этом ты строишь атомную станцию. И там будет четыре энергоблока. То есть по каким-то таким соображениям Арабы решили, что это тоже важно. Не, ну это, наверное, так скажем, взгляд в будущее, то, что нефть не бесконечна, и рано или поздно придётся... — Диверсификацию. — Да, диверсификацию. — Я перестану покупать. — Вот расскажи, окей, Росатом — крупнейший, так скажем, подрядчик по строительству или... — Проектировщик, строитель, да. — Да-да-да, по строительству атомных электростанций в других странах. А строятся ли атомные электростанции сейчас какие-то новые в России? Или какие вот... Ну, из последних вот построенных, это вот то, что мне запомнилось, это вот плавучая атомная электростанция. — Плавучая атомно-теплоэлектростанция. — Да, это, конечно, дико круто, но может ты что-то... — Я был на потес. — Про неё расскажешь? Может быть, и ты что-то про неё расскажешь? — Я могу тоже много расскажать, да. — И, в принципе, про какие-то новые атомные электростанции. И, ну, окей, в дальнейшем там ещё про технологии поговорим. Вот про это. — Да, из того, что сейчас строится, это Курская АЭС-2. Там сооружается энергоблок ВВР-ТОИ. 1200 мегаватт электроэнергии, по-моему, будет мощность у него. Недавно относительно завершилось строительство и состоялся ввод в эксплуатацию Ленинградская АЭС-2. Вот ввели в эксплуатацию по ТЭС тот самый плавучий энергоблок. Это не самоходное судно, его буксировали из Мурманска на Чукотку, если вы не знаете, друзья, в 2019 году его отправили туда, в мае, по-моему, да, он начал работать. — В августе его отправили. — В мае 2020 года его ввели в промышленную эксплуатацию. Вот он полтора года как уже работает. Из планов. Из планов, почему его туда отправили? Потому что на Чукотке уже есть Глибинская атомная станция, там очень маленькие блоки, и они завершаются в срок эксплуатации, они будут когда-то выводиться. И вот на опережение для того, чтобы сократить долю угольной ТЭС, там большой, для обеспечения металлургов электроэнергии, поставили ПАТЭС. Сейчас вроде бы как ведутся приговоры, что таких ПАТЭС будет больше. Как раз вот в районе севера, где есть потребности у металлургов прежде всего, но при этом нет возможности тянуть провода или там строить ГЭС. Хотя реки есть, но там такая сложность. Это прям сложно. Экологически не очень. Экологически действительно это прям изменяет климат региона целого. Сейчас, мне кажется, ГЭС строят только китайцы, которым плевать на экологию. Есть еще огромная, ну это другая тоже история, то что на Ниле очень большую гидроэлектростанцию сейчас, я не помню, просто как, то ли Нигерри, то ли еще что-то такое стоит. Ну, в общем, там Египет из-за этого прям в шоке полнейшем. Обезвоживание. Да, там очень много политических споров из-за этого, там чуть ли не военной грозят. Но это другая тема. Вот из того, что я знаю, вот сегодня, так скажем, выработка электроэнергии вот именно атомной в России в районе 25%. Нет, 25% это цель к 2000 какому-то году. Ну, 20-25%. А сейчас у нас там 20,2, то есть каждая пятая. Лампочка в России горит на атомной энергетике. Да, но это в среднем по стране, а в европейской части России там до 35%, по-моему, доходит. Вот есть ли, может быть, тебе известны планы как раз по наращиванию общей доли атомной электроэнергетики в системе? Насколько я понимаю, у Росатома есть своя программа развития или стратегия развития, и они ее называют «Видение 2030». К 2030 году Росатом хочет получать 40% выручки из неатомных активов. Сейчас Росатом — это не только атомные станции. Ну, если интересно, потом... Ты можешь проточить пожирское, да? Да, вот. И в том числе увеличить долю атомной генерации до 25% в России. До 25%. Это какой горизонт? 30-35-е годы. Они же медленно вводятся в эксплуатацию. Да, конечно. Атомная — это, не знаю. Ну да, лет пять строится, наверное. Это очень капитальное строительство. Это 10 миллиардов долларов, по-моему, она стоит. Это вся атомная электростанция. Везде по-разному. Зависит, наверное, от зарплаты. От региона, от климата. Ну, я буквально... Как авианосец. То есть целая такая штука. Нет, это очень дорого. Просто как товар. То есть, не знаю, приди, купи атомную электростанцию, построи у себя. Ну, поэтому, как видишь, приходит, покупает. Расскажи про... Вот тоже очень коротко, так как у большого количества людей, особенно после событий, так скажем, в Чернобыле, паника произошла, потом Фукусима добавила, было как бы еще достаточно много других аварий поменьше по всему миру. Вот насколько можно считать безопасными атомную электроэнергетику? И те атомные электростанции, которые сегодня строятся, они, так скажем, условно, какие технологии в них закладываются, чтобы такого не произошло? Ну, если ты можешь это как-то прокомментировать. Да. Ты знаешь, мне кажется, что атомные электростанции можно сравнивать с самолетами. Самолеты самый безопасный вид транспорта. Если мы посмотрим на количество погибших по отношению к общему количеству перевезенных, то автомобили, которые как бы для нас вообще привычная история, вообще впереди планеты. Короче, пока едешь в аэропорт, это гораздо опаснее, чем летишь на самолете. Да, даже поезда опаснее. Даже поезда опаснее. А если как там самолет упадет на поезд, помните? Вот, то же самое с атомными станциями. Просто из-за того, что у нас есть некое недопонимание, как устроена атомная станция, мы этого боимся, радиацию мы не видим, и поэтому кажется, что источник радиации — это только АЭС. Но на самом деле, если вы придете на территорию АЭС, то там иногда бывает так, что уровень естественного радиационного фона ниже, чем через 10 километров за проделами станции в ближайшем городе. Атомная энергетика прошла через вот эти кризисы. Сначала была авария от E-Mild в Америке, потом был Чернобыль, потом была Фокусима. И я регулярно общаюсь с атомщиками, и могу сказать, что, по крайней мере, то, что касается в России, проектировщиков, строителей, тех людей, которые работают на станциях, я был на нескольких станциях, они, а, абсолютные фанаты своего дела, б, они очень хорошо осознают существующие риски опасности. И требования к безопасности крайне-крайне высокие. Вот российские энергоблоки, которые мы сейчас здесь строим, это энергоблоки поколения 3+. Ничего круче пока никто не строит, с точки зрения системы безопасности. А что значит 3+, какие-то пункты можно выделить? Там сейчас обычно говорится о том, что существуют 4 базовых уровня защиты, которые предотвратят то, что случилось в Чернобыле и в Фокусиме. Я сейчас буду рассказывать очень… На поверхности. На поверхности. Нет, ты не физик. Не без обобщения, поэтому уважаемые физики, которые сейчас будут меня слушать, можете сходить попить чайечку, кофеечку, покурить, хотя курение вредит вашему здоровью. Вот сейчас отключитесь. 4 системы базовые. Первая система – это то, каким образом устроено само топливо. Оно спекается до состояния керамической. Есть такой порошок, он уплотняется, потом отправляется в точку, получается таблеточка, всё правильно. И она спекается настолько, что она выглядит как такая вот реально керамика. И нужны очень высокие температуры для того, чтобы эта керамика начала плавиться. Если вдруг такое случается, то существуют металлические стержни на основе циркония тугоплавкого, которые не позволят этому топливу, этим таблеточкам, которые вдруг начали плавиться, выйти за пределы. Твеллы, так называемые. Да, твеллы. Мы тоже шарим немножко. Твеллы – это такие стержни, в которые вставляются. Эти стержни собираются в ТВС, эти повыделяющие сборки, и всё это загружается в реактор. Сам реактор сейчас – это такая махина с толщиной стенок 20 см из специальной стали, которая сама по себе является очень серьёзным физическим барьером. И даже если, как это случилось в Японии, японцы взяли и построили свои дизельные генераторы в подвале, которые оказались залитыми водой, да, ниже уровня, и поэтому не было подачи воды и не было охлаждения реакторов, вот сейчас под реакторами мы и французы строим так называемые ловушки расплава. Это огромная фигня, которая погружается реально под реактором физически. Это ванная огромная. Такая ванная, да. Но в российской ванной есть ещё специальные гранулы, цель которых, как только начинает температура вокруг увеличиваться, они разрываются, и там специальный состав, который заставляет расплавленное топливо обратно уплотняться и застывать. Я надеюсь, это не секретная информация была? Нет, это не секретная информация, я не могу сказать химический состав этого истории, но это точно наше ноу-хау и наши... Я вот не знал таких. Я тоже не знал. То есть это не просто металлическая фигня, в ней есть ещё специальные гранулы, которые... А из чего делается эта ванная? Это специальный сорт металла стали. Это, по сути, то, чего пытались избежать в Чернобыле, чтобы не было попадания в грунт. Да, попадания в грунт, в воду. Там залили, да, там что-то такое было. Охладили же эту часть. Ну, там... Ну, это другая тема, да. Чтобы охладить, заморозили просто всю землю под атомной электростанцией. Это, кстати, была идея российских инженеров. Вот. А теперь, вот видишь, делают специально так. Ну, ванны, да. Да, такие вот ванночки. Ну, и я даже, насколько знаю, то, что, в принципе, купол сейчас делается... Ну, там, конечно же, снаружи... Он, говорят, выдерживает падение самолета, что-то такое. Да, до 20 тонн. Ну, то есть, там, если будет лететь Boeing 777, конечно, треснешь в купол, да. Ну, там, насколько я знаю, сейчас вообще неподалеку стоят как... ПВО? Нет, это не шутка, кстати. Да, на полном серьезе. На самом деле, опять же, про систему безопасности. Иногда так уж получается, что у нас в сети ЦА, и вернемся к месту, где я работаю, у нас есть такая программа специальная. Мы привозим студентов и учителей физики и химии, организуем для них посещение атомных станций для того, чтобы они побывали, вживую посмотрели, пообщались с сотрудниками, и потом не плодили мифы в головах у ребят, с которыми они работают. Вот, и когда мы туда пытаемся договариваться, каждый раз у нас есть отдельно атомщики, а отдельно службы безопасности, и они вообще не подчиняются друг другу. Это отдельная задача, отправлять за три недели, там, до даты посещения все эти списки, выверенные по нужной форме. То есть, на самом деле, вот то, что про систему ПВО, это не случайно. Более того, если я сейчас не ошибаюсь, но вряд ли, над атомной станцией вообще-то аэрополётная зона. Да, запрещённая зона, но я про это и говорю. Как над некоторыми отелями. Как над некоторыми городами, на самом деле. Но кроме атомных электростанций, в принципе, атомы ведь очень много где применяются. Сейчас, я понял твой вопрос, ты издалека начал, каким будет там атомная энергетика будущего. Мы сейчас всё говорили про те станции, которые уже существуют, либо нынешнего дизайна, да. А есть ещё новое направление, которое ещё 15 лет назад считалось просто фантастикой. Атомные станции малой мощности. И этот сектор пока ещё, ну в нём, кстати, потесы и существуют. По международной классификации АЭС малой мощности, это станции до 300 мегаватт. И этот рынок сейчас очень высококонкурентный, потому что в него зашли частные компании. В частности, TerraPower, это компания, которая принадлежит Биллу Гейтсу. И они две недели назад получили грант правительства США полтора миллиарда долларов на создание первого опытного образца. То есть вот ближайшие 6-7 лет мы увидим, что частный бизнес начинает строить маленькие электростанции. Как к ракеты. Вот недавно космос был государственным, стал частным, а сейчас вот атомная пошла. Ну на самом деле это у нас такое ощущение, что вот государство монополист, да, в России, во Франции, да. А в Америке вообще-то все АЭС приватизированы. Ну там вообще всё приватизировано. Вот поэтому там к этому проще относятся. Но совершенно очевидно, что в мире сейчас нет никакой нормативы базы, по которой нужно смотреть, а какими они должны быть, какие там должны быть службы безопасности. Потому что если к АЭС малой мощности предъявлять те же самые требования, что к большой АЭС, то один киловатт электроэнергии будет платиновым, даже не золотым. И сейчас в этом смысле дальше всего продвинулись Великобритания, Канада и США. Они сейчас активно лоббируют проработку законодательства для того, чтобы там через 5-6 лет, когда инженеры смогут дать решение, можно было уже спокойненько вводить в эксплуатацию. Более того, всем известная компания Rolls-Royce, которая строит двигатели, например, для самолётов или лимузины, у них появилась дочка, которая будет создавать атомные станции малой мощности, модульные. И они уже получили, вроде бы как, подписали декларацию о строительстве 16 таких малых станций в Великобритании и обещают, что возведение одного блока будет занимать 500 дней. Это очень быстро сейчас. Да, это очень быстро. Их можно несколько поставить. Есть альтернативные решения и в Канаде, и в Китае, и в Японии. То же самое уже упомянутым Эммануле Макрон заявил, что он выделяет миллиард евро на разработку французских аналогов. Причём у французов уже был такой проект, постучился казус, его даже представили. Я сейчас забыл, как он называется. Добавим. Да, что там со словом «блю». И оказалось, что, по сути дела, это немножко видоизменённый реактор, который строят на французских подлодках. И его тут же все засекретили, убрали всю информацию, то есть они пока не готовы бы продавать какоматическую установку. Так я вот тоже думаю, вот на подлодках же маленькие реакторы, удобные, типа, почему нельзя такие строить в обычных, не знаю, там, грубо говоря, в городе поставил и всё. Нет, смотри, это… Как бы, в чём проблема-то? Ну, по ТЭС это и есть реактор, который стоит на редокол. Ну вот, грубо говоря, да, то есть маленький, компактный, мы можем его, не знаю, у себя на заднем дворе, грубо говоря, поставить и метать. Ну это очень грубо говоря. Ну потом, в будущем, наверное, когда-нибудь такое случится. Вот, ну я говорю, что почему нельзя, вот оказывается, можно, да, оказывается, уже даже частенький правильный интерес, получается, в России, наверное, тоже будут скоро. В России с законодательством всё очень сложно. А, да, есть проблема именно характера бюрократического, да. Ну, вот, собственно, мы к тому, где атомные технологии ещё применяются, то, что они применяются активно на ледоколах различных военных судах. Пока есть они только, ну, ледоколы есть только у России, а военные суда… Атомные ледоколы. Атомные ледоколы, да, атомные ледоколы. Атомные подводные лодки и авиакры, как они называются? Крейси. Авианесущие крейси. Авианесущие, да. Авианесущие крейси, это у нас. Да-да-да, а вот у нас, который… Вот, вот, у нас он не авианосец, а он авианесущий крейсер. Я не знаю разницу, но, наверное, она как-то есть. Вот, вот они есть не только у нас, они есть у американцев, у французов, у Великобритании. У китайцев тоже. Наверное, у китайцев есть. Ну, вот, совсем недавно ты как раз на одном из ледоколов плавал на… Ходил. Ходил. Ходил, да. Ходил на Северный полюс. Да. И это так называемые ледоколы знаний. Расскажи немного, что это такое, кто это организует, кто туда ходит. Да, смотри, это хороший проект, но я ходил еще тогда, это был ледоколы знаний. И была следующая история. В 2020 году атомная отрасль отметила свое 75-летие. Атомная отрасль России, в смысле. И тогда было очень много разных инициатив, госкорпорация активно пыталась рассказать о том, что сделано, что она себя представляет сейчас. И вот тогда и появился проект идея того, что надо, наверное, продемонстрировать возможности ледоколов и отправить. Но был прототип. В 2019 году исполнился, был юбилей Атомфлота. Было принято решение, что случится такой рейс, дети со всей страны отправятся на Северный полюс. Вот. И поставщиками детей, я сейчас грубо очень говорю, были несколько организаций. Несколько организаций, там, допустим, РДШ, там, Центр Сириус, несколько человек прошли от ИЦАИ. И им нужен был педагогический состав, который будет каким-то образом обеспечивать детей досугом, потому что это, а, это закрытое пространство, б, там нет интернета. Аниматоров нанять. И, соответственно, очень был высок риск, что могут быть, ну, странные реагирования ребят, потому что они несовершеннолетние. Ну, две недели в изоляции интернета. Десять дней без интернета, без связи с родителями, в замкнутом пространстве. Это, как бы, такое удовольствие. Вот. И вот в качестве такого педагогического работника я туда и поехал. И я разрабатывал программу как раз детей, и получилось все очень хорошо и здорово. И вот в прошлом году было принято решение, что такие рейсы должны быть ежегодными, и этот проект называется «Ледокол знаний». И туда уже совершенно открытый отбор, можно было зарегистрироваться на сайте. Вот недели-две назад стали известны победители этого проекта, который отправился на Северный полюс в 2022 году. Это прям сайт есть? Да, есть прям сайт «Ледокол знаний». Мы поместим ссылочку под видео. Да, поэтому следите регулярно за обновлениями. Насколько я понимаю, этот проект теперь будет регулярным. Это его Росатом, Росатомфлот получается организовать? Или Росатомфлот? Ну, Росатомфлот входит в структуру Росатома. Если честно, я не вдавался в подробности, как это оформлено юридически. Это, на самом деле, неважно. Да, это решение Росатома и Атомфлот. У нас, на самом деле, уже два гостя, которые уже были. Это Елена Сударикова и Дмитрий Побединский. Они были как раз в этом году. Да, они плавали как раз на «Ледоколе знаний». Ходили. Извиняюсь, ходили на «Ледоколе знаний» буквально пару месяцев назад. Я хотел про другое спросить. Есть же такие частные туры на «Ледоколе», где можно купить каюту. За 50 тысяч долларов. Есть официальная туристическая компания, у которой есть договор с Атомфлотом. То есть, Атомфлот предположил, что, наверное, продажа таких туров – это та еще задача. И нужно обладать нужными компетенциями продажников. И Атомфлот явно не заточен по тому, чтобы продавать. Поэтому у них там есть какой-то эксклюзивный договор с туристической компанией. По-моему, «Посейдон» она называется. Я, честно, не могу ошибаться. Ну, это легко гуглить, она одна. И большинство таких посетителей Северного полюса – это иностранцы, которые действительно готовы заплатить много денег за то, чтобы… Ну, это эксклюзив. Настоящий эксклюзив. Получается, а дети могут бесплатно, потому что Росатом обеспечивает. Плюс еще они в каких-то конкурсах участвуют, получается, чтобы пройти. Там в течение месяца нужно было выполнять задания, набирать какое-то количество баллов. Насколько я знаю, то, что еще победители олимпиад каких-то образовательных. Да, то есть дети, которые хорошо учатся, участвуют в олимпиадах, они могут помочь. Тут два варианта. Либо вы участвуете в олимпиадах, либо вы зарабатываете 50 тысяч долларов и можете поехать на себя. Лучше делать и то, и другое. Да, и то, и другое. Как раз про еще и ледоколы. У нас сейчас достаточно активно страна строит атомные ледоколы, причем строят их, так скажем, нового типа. И если первый ледокол Ленин мог ломать лед толщиной где-то 2,5 метра, то сейчас ледоколы способны ломать там чуть ли не 8 метров уже. До 4, официально заявляется. Нет, но это я не про те, которые сейчас спускаются, а про самые мощные. Передовы. Да, они и так, на самом деле, любой новый ледокол, который сейчас спускается, он уже самый мощный, когда-либо строишься. Но к 30-му году будут какие-то совсем гиганты невероятные. Да, проект называется «Лидер». Сейчас все ледоколы, которые сейчас строятся, они строятся в Петербурге. «Лидер» будет строиться наверх, по-моему, Владивостока. Было принято такое решение. И вот он 4 метра будет ломать? Вот сейчас нынешние ледоколы серии 2.2.2.2.0, у них же там есть своя классификация, вот эта серия называется 2.2.2.2.0, вот есть уже Арктика, потом появится Сибирь, Урал, Якутия. О, Якутия, класс. Да-да-да, уже известные названия ледоколов, они уже как физически существуют, там совсем скоро будет спуск на воду у них. Но после этого там еще очень много всяких испытаний. Спуск на воду не равно эксплуатации. Это, получается, ледокольный флот у нас такой пополнится, а вот сейчас же, получается, тает все. Дай, 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 дай про ледоколы еще. Вот Лидер, это, что тебе про него известно? Может, что-то расскажешь? Не секретное. — Я видел его макеты, я видел его в рендерах. — Чем он будет отличаться от всех предыдущих? — Насколько я понимаю, там будет больше его мощность, он будет физически крупнее, чем нынешний ледокол, соответственно, клея после него будет больше. — Ледоколы уже нужны для чего? Для того, чтобы пробить лед, чтобы дальше торговые корабли, у которых нет ледокольного необходимого уровня, чтобы они могли идти и круглогодично обеспечивать проход грузов через северную морскую пути. — И сейчас мы столкнулись с тем, что существующий парк ледоколов, его недостаточно. Они, во-первых, уже такие возрастные, во-вторых, два из них, Вайгач и Таймыр, это ледоколы, которые изначально создавались для того, чтобы выходить, конечно же, в море, но и главная задача, у них не очень большая осадка, и поэтому они могут заходить в верховье рек сибирских. — А чем это важно, вот расскажи? — Питать можно. — То, что обычно, то есть получается, в принципе, любой атомный корабль, он очень тяжелый, невероятно, и… — Собственно, этим весом он и тебя и ловит… — А как работает атомный ледокол, который при этом с низкой осадкой? — Смотри, то же самое все происходит, просто он не может сесть на мель. Это важно почему? Потому что очень много сейчас на севере, вахтовых работ. И нужно обеспечить доставку продуктов, топлива… — Нет, понятно, зачем? — И поэтому надо заходить в верховье рек, чтобы до необходимого города довезти… — Я про то, как раз, каким образом они… Ну то есть реки-то явно… — Тоньше. — Да, менее глубокие, чем… — И они могут прорезать до дна. — А почти… В смысле, они будут прорезать дно? — Нет, нет, нет. Я к тому и говорю, что это есть риск. Они не такие глубокие, как море, и поэтому большие ледоколы, там, например… — Могут просто сесть в… — Новая Арктика, она может не дойти до нужного порта, она сядет на мель. — Да это все ясно. Я спрашивал про то, каким образом эти не будут садиться. — Потому что у них осадка низкая. — Они маленькие, они глубоко не… У них вот эта, как это называется, штука, центральная, которая самая глубокая, вот, она не настолько глубоко, она до дна не достает. — Вот и все. Пройдут они через реки, доставят продукты и пекуте. — Короче, они просто легче, чем остальные. Правильно я понимаю? — Легче. — Вот, в этом был мой… Я пытался понять, каким образом они добивают. — Они легче, но самое главное, у них центр тяжести находится таким образом, что они не очень глубоко находят… Их подводная часть не очень большая. — Все поняли уже. — Но при этом есть техническое ограничение, потому что для них очень… опасен любой… Любое волнение на воде. — Мы как раз, когда мы возвращались из Северного полюса, я сейчас расскажу в байку, это был 2019 год, это был август, мы до Северного полюса дошли, было замечательно, а на обратном пути мы попали в шторм. И капитан Дмитрий Викторович Лобусов понял, что большое количество детей, и лучше этого избежать. И он изменил маршрут, и мы шли вдоль новой земли для того, чтобы обойти фронт. Но все равно нас застало. И это очень странное ощущение, потому что, когда находишься внутри, у нас как раз что? Игра «Что, где, когда?». Елена Потанина прекрасно с Валдисом Пельшем были тогда у нас на борту, и Елена проводила игру «Что, где, когда?». И в какой-то момент я наблюдаю своего коллегу, который отвечал за техническое обеспечение всего, он реально зеленого цвета, я понимаю, что он так вот скатывается, ему становится плохо, а я ничего не понимаю. Я подхожу к ним и говорю, «Виталь, что случилось?». Он такой, «Мне плохо, я не понимаю, чего». Я выхожу и понимаю, что вот так вот на самом деле болтает, а мы этого даже не видим, потому что мы находились в внутренних помещениях, и мы не видели, что идет эта качка, он такой устроен, как бочка. Он очень плохо сопротивляется вот этим колебаниям. Поэтому открытая вода для ледокола, особенно для ледокола вот этого Таймура-Вайгач, очень-очень неприятная история. А как только заходишь до кромки льда, дальше просто вот как по маслу. Ты, получается, на Северном полюсе не так много людей побывала там? Расскажи о своих впечатлениях, что тебя больше всего там поразило, удивило, или вообще ничего. Хоровод вокруг магнитного... Не, магнитный не там находится. Агнитный нет, он сейчас рифует от Канады к России, кстати говоря. Скоро уже будет на побережье. Ну, географическую, извиняюсь. Ну, первое, я впервые столкнулся с тем, что такое полярный день. Когда у тебя солнце не заходит вообще, у тебя круглосуточное светло. Это очень необычно. Второй момент – отсутствие связи. Я уже очень давно не был в ситуации, когда это 10 дней, не заходишь в Инстаграм, в Фейсбук, ты никому не звонишь, это невероятный опыт. Да, это правда очень интересно. Третий момент – это очень красиво. Это какие-то невероятные 50 оттенков серого, которые... Белого. Белого, серого, иногда чёрного, иногда синего. Белые медведи, которые бегут по острову. Но при этом в какой-то момент стало так страшно, что всё это исчезает. Потому что изменение климата наблюдается как раз быстрее всего в Арктике. Да, в полярах. И я там общался с капитаном, с другими моряками. На их памяти за последние 15 лет глубина льда, как низко он опускается, они уже видят эти изменения. И когда я смотрел на медведицу с двумя медвежатами, я вспомнил, что до этого я общался с одним из биологов. И на мой конкретный вопрос, есть ли шанс, что они выживут? Но он сказал нет. И вот это осознание, оно... То есть они исчезнут, да? Они исчезнут. У них не остаётся ареал обитания, у них нету кормовой базы. Поэтому мы сейчас наблюдаем, как эти невероятно красивые животные, они на наших глазах, скоро их не останется. К сожалению. Дай бог, чтобы он ошибался, этот биолог. Но, судя по всему, судя по тому, как всё прошло в Глазго, серьёзно, мир пока ещё не готов кооперироваться. Их надо туда свозить, на Северный полюс. На ледоколюзе. Но, конечно, помимо этих грустных мыслей про хрупкость всей планеты Земля, самое яркое ощущение – это то, что детям это делать было нельзя, а взрослым можно. Нам разрешили искупаться в проруби. И в тот момент, когда я опускался в воду, а ты раздеваешься, тебя привязывают, потому что непонятно, каким образом отреагируется организм. Ты можешь потерять сознание и так далее, поэтому тебя должны вытащить из воды. Да, может, мышцы. Верёвку, да-да-да. Но там самое главное, чаще всего люди ныряют с головой по привычке, как это привычно делать в море или в реке, и от этой резкого перепада температур у тебя сужаются сосуды, и тебя может просто вырубить. Ну, мне сказали, я стараюсь следовать рекомендациям, я медленно погружался в воду, и в какой-то момент, когда я отворачиваюсь от льдины и пытаюсь плыть по открытой воде, я вдруг увидел, что с противоположной стороны за ледоколом лежит тюлен и смотрит на меня. И вот это, конечно, было совершенно потрясающе, просто невероятное было ощущение, что ты очень близко к реальной дикой природе. Потому что там в средней полосе России ты уходишь в лес, и риск, что ты увидишь там кабана, волка, там медведя, ну, он почти нулевой. А вот тут и ты ещё гость. Не животные гости в нашем мире, а ты пока ещё гость в их мире. Вот это, конечно, нереальное ощущение. Вот так вот. У тебя какой-нибудь завершающий вопрос есть? Правда, на технологии ты хотел поговорить. Да, просто вот. Где они применяются? Ну, у нас… Насколько я понимаю, ты так начал задавать вопросы? Да-да-да, я… Сколько, 10 минут назад хотел? Ну ладно, мы ушли в другую тему. Да. Ну, давай как завершающий вопрос, потому что время у нас кончается. В каких областях, так скажем, в данный момент наблюдается наиболее активное развитие атомных технологий? И, в принципе, может быть, в том числе то, о чём ты как раз хотел сказать, в каких областях уже применяется? Ну, то есть можно в таком блиц-формате перечислить? Ну, первое… Условно, где кроме на данный момент применяется и где будет ещё применяться? Первое и самое главное – это, конечно же, ядерная медицина. С помощью радиоактивных веществ мы можем диагностировать и лечить многие заболевания, прежде всего онкологические. Ни для кого не секрет, что в развитых странах, например, в Японии, онкология уже опережает сердечно-сосудистые заболевания по причине смертности. Врачи шутят, что каждый из нас рискует дожить до своего рака. Поэтому нужно к этому привыкать, это неизбежность. И многие виды рака мы уже сейчас можем лечить, либо обеспечивать более высокое качество и больше продолжительность жизни, если вдруг вылечить мы этого не можем. Блин, что-то на скрининг захотелось сходить. В этом смысле будь осторожен. Большинство специалистов говорят, что скрининг иногда бывает опаснее, чем данные, которые могут дать. Поэтому сначала посоветуйся с врачами, с хорошими. Расскажи, они зададут вопросы про ситуацию в стране, в семье. В семье, если там другие заболевания, если есть наследственность. Да, я уж подумал, типа, а вы точно врач? Вторая область – это сельское хозяйство. Мы, наверное, каждый из нас видел, приходя в какой-нибудь магазин, не очень дорогой, на прилавках у нас часть продуктов гниет, с плесенью и так далее. Вот плесень – это грибок, его можно убивать. Подвергая продукты питания, не очень большой дозе облучения, мы убиваем грибок, при этом сами продукты становятся радиоактивными, они по-прежнему безопасны, но при этом срок хранения у них резко увеличивается. Например, 40% масок во всем мире сейчас стерилизуются с помощью как раз радиационных технологий. Точно так же стерилизуются медицинские приборы. Не все, не везде, то есть не факт, что если там недавно вам делали какие-то процедуры стоматологические, что их дезинфицировали с помощью радиации. Но очень многие приборы проходят обработку радиационно. В странах, которые близки к экватору и к тропикам, большая угроза для них – это насекомые, которые могут быть источниками, переносчиками серьезных заболеваний. Малярия, лихорадки всевозможные и так далее. Поэтому в таких странах создаются специальные биофермы, в которых выращивают этих насекомых, их подвергают стерилизации, выпускают на волю, и после этого, смешиваясь с естественными комарами, они вроде как занимаются сексом, но при этом потомство не дают. И, например, в Сенегале таким образом была снижена популяция опасных комаров на 98%. Да, так были с малярией борются. Вот-вот-вот. То есть это тоже очень важное направление. Следующий момент – подвергая радиационной обработке некоторых материалов, мы можем менять их свойства. Таким образом, например, продвигается модификация резина, которая используется в экстремальных ситуациях, для челноков, например, или для других вещей. То есть есть резина, ее подвергают радиации, и она меняет свои свойства. Она становится более прочной, и тогда можно делать ее слой тоньше. Она становится легче, что важно, например, для спорта. Или другой пример, когда мы используем электрокабели. Я сейчас боюсь напутать, какой именно материал используется, какой именно металл. Но его тоже подвергают радиацию, у него в двое раза увеличивается проводимость. — Проводимость, да. — Ну это то, что существует. А из того, что, так скажем, в перспективе планируется? — В перспективе, ну лично для меня, это два направления. Первое – это то, что я все-таки очень надеюсь, что мы сможем воспроизвести процессы, которые происходят в звездах. — Термоядерный синтез? — Да, термоядерный синтез. — У нас такие эксперименты проводятся и в России, и в Китае, и в Корее, и в Великобритании. — Росатом хочет создать, так скажем, термоядерный реактор в России? — А у нас термоядерная установка есть, например, в Подмосковье, в Тринити. — Не, ну это экспериментально. — Экспериментально, да. А пока сейчас все экспериментально. — Я знаю, я про то, что есть ли, в принципе, такой, скажем, условно, план на 50 лет вперед создать в России установку наподобие Тер? — Я думаю, ну поскольку вклад научный в ИТР, на всякий случай поясню, ИТР — это международный термоядерный экспериментальный реактор, который строится во Франции, его строят 35 стран, включая Россию, и он очень интересным образом устроен. Страны вкладываются не деньгами, а технологиями. — И на выходе, если все выгорит, то каждая страна получит полный комплект документов, чтобы в точности воспроизвести такую установку у себя. — Вот, поэтому я думаю, что да, и вклад научный Росатома очень высокий, есть некоторые установки, которые, ну, просто уникальные, и мы не просто там поставщики сверхпроводников, мы еще и инженерно много делаем узлы. — Например, там плазму нужно догревать до очень высокой температуры, и устройство, которое, там несколько способов нагрева, и в том числе и специальные устройства, очень напоминающие огромные СВЧ-печи. — Так вот, лучшие вот эти вот СВЧ-печи, я сейчас грубо их назову, они производятся в России, в Нижнем Новгороде, и такие же печи должна поставить Индия и Италия по договору. Они воспроизвести эту систему не могут, и, скорее всего, они закажут ее у Нижнего Новгорода, получат себе, а потом отправят во Францию, что не выполнили свои обязательства. — Это вот первое, а вторая… — А вторая вещь, это, конечно же, космос. — Ядерный буксир, наверное. — Ну, сейчас вроде как обещают, что нам в ближайшие несколько лет представят ядерный буксир, но я подозреваю, что нам захочется в космос перевозить не только грузу, но и людей. Поэтому, наверное, очень важно создать какую-то установку, которая будет требовать минимум биологической защиты, чтобы все-таки дорога на Марс была не в один конец. — Спасибо, что пришел. — Спасибо, что позвали. — Очень интересно про атом и вообще про все, что с этим связано. — Спасибо. — Спасибо. — Спасибо.